Самый популярный канал, на котором я вам расскажу сейчас самые последние новости из жизни известных людей. Кто из вас не видел фильм «Любовь и голуби»? Это по-настоящему легендарный фильм, навсегда остался в сердцах людей, кто жил в СССР или постсоветском пространстве. Многие цитаты из него стали крылатыми фразами, а актеры – настоящими знаменитостями. Однако не все актеры продолжали активную актерскую деятельность в России. Так и Нина Лисовская, актриса, сыгравшая Людку, рассказывает. В аэропорту Домодедова прохожу паспортный контроль, только что прилетела из Германии, где проживаю последние 19 лет. Девушка-пограничник вглядывается внимательно в мой паспорт, затем пристально смотрит на меня. «Ой, это вы?» – удивляется она. Я отвечаю. А сама понять не могу, о чем это она. Даже после примера фильма «Любовь и голуби» меня никто не узнавал на улице. Друзья говорили, ты совершенно не похожа на свою Людку. А тут столько лет прошло, на всякий случай девушка, улыбаясь, наверняка спутала меня с кем-то. Только отошла, слышу за спиной. «Помнишь ее? Людк! А, Людк!» «Это она», – коллега говорит. Не оборачиваясь, но приятно. Неужели кто-то узнает? Неужели помнит?» Карьера Янины Лисовской на родине складывалась вполне неплохо. Она снималась в кино, играла главные роли в «Мхате», участвовала в радиоспектаклях. Потому ее переезд в Германию удивил очень многих. Но причиной этому стал брак с немецким актером Вольфом Листом. И вот Янина – уже одна из ведущих актрис во Фрайбургском театре, где работает также ее муж. Помимо всего прочего, Янина также преподает актерское мастерство в двух театральных школах Фрайбурга. Она часто приезжает в Россию, так как всегда сильно скучает. И каждый раз, когда ее узнают на улице, столице, она всегда удивляется и радуется. Но как же можно не узнать ту самую Людку? Ведь, несмотря на то, что прошло столько лет, Янина все-таки такая же красивая и обаятельная женщина. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.